здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале хочу вам показать поделиться своим опытом и вот на примере розетки вот этой рассказать вам что делать если пересушили фиалку конечно да мы стараемся мы учимся мы трудимся но иногда бывает такой момент когда пропустили на или допустим поливаетесь и толпы одну пропустили или допустим вот у нас утра была влажная к вечеру уже листья опустились или и так далее но не все мы такие идеальные как хотелось бы да и жизнь у нас иногда случается так что в жизни случается что мы пересушиваем фиалку вот что основное нужно сделать когда вы пересушили фиалку как правило как правило самая самая большая ошибка это вот такая у нас мы вот пришли ай боже кошмар какая я вот растяпа взяла засушила мою красавицу берем воды и сюда бух да и потом корневая у нас не справляется и мы говорим пока розетка вот и начинается проблемы загнивание и так далее вот чтобы этого не было дала самое первое это но не допускать до того чтобы пересушивался субстрат это первое конечно если уже такое произошло вот что же делать самое важное самое важное это первое составить фиалку с окном же скажу почему потому что как правило когда там вечером поворачивается солнце да допустим у нас на восточном окне или утром стоит мы как правило это замечаем когда резкая идет пересушка грунта когда на фиалку на розетку на сам горшок и на фиалочку попадает солнце рассеянное не рассеянное горшочек виногретый и мы соответственно должны ее убрать и остудить горшок сначала если нет возможности подождать пока солнце уйдет да надо на это обратить внимание очень важный момент что если мы на теплый горшок на теплую землю дадим сразу воду даже если она будет теплая то корневая просто запарится поэтому мы снимаем фиалочку с окна так если не можем дождаться ждем хотя бы полчаса трогаем горшочек остык хорошо теперь следующее действие конечно же поливаем так поливаем не так как я рассказывала в предыдущем ролике до до первой капли а поливаем вот листочки подняли чуть-чуть все первой капли нет видите земля пересушенная почему вся вода оказалась в поддоне потому что если вот вы посмотрите вот видно видно что когда пересушенный субстрат вот он отходит практически вот от края горшка значит спрессовывается вот еще почему нужны разрыхлители что когда вот пересушивается субстрат чтобы он не так спрессовывался и соответственно если мы поливаем да вот немного вода конечно же по краю просто берет тут по горшку сразу поддон сливается из-за этого из-за этого нужно вот эту водичку которая у вас в поддоне когда вы чуть-чуть полили не убирать чтобы она впитывалась конечно вы насыпали на дно горшка керамзит пенопласт вот керамзит я категорически против значит мы керамзит если вы насыпали значит убирать чтобы не было потом загнивание корней если насыпали пенопласт у вас вот да допустим пенопласт насыпан хотя я тоже говорю что я против пенопласта потому что он практически никакой функции не выполняет вот у меня нет пенопласта да если вы насыпали значит соответственно вода которая остается в поддоне она нигде не девается на не впитывается назад потому что пенопласт на себя ничего не берет так значит в таком случае если у вас горшке пенопласт вы просто вот по верху несколько раз добавляете и воду из поддона нужно убирать за сколько отойдет вот листочки фиалки насколько через какое время вот они начнут отходить от паяться то чуть-чуть полили буквально немножечко дайте постоять хотя бы вот два часа если у вас с пенопластом туда там час два три если нет пенопласта и у вас вот в через поддон впитывается вода то можно 456 так потом через это время будет на вид будет видно насколько листочки стали упругими немножко начинают отходить самое первое самое первое набирают упругости которые ближе к центру это такое правило уже бывало у меня такое что я пересушила розетку строго и нижняя не вялая думаю ну все не допоила не то туда все в порядке она у меня через буквально двое суток отошла полностью все листочки отошли стали красивые нормальные ровненькие плотненькие как положено поэтому опять же мы не торопимся не ждем моментального результата результат появится где-то вот приблизительно 23 часа в среднем может быть больше конечно можно пройти и не сутки может пройти там допустим больше там двое суток когда она полностью восстановится но как правило после пересушки нижние листья начинают желтеть теперь важный момент очень важный момент если вы пересушили фиалку и у нее не восстанавливается тургор листьев значит пошло корневой корневая гниль значит нужно обязательно залазить смотреть что там творится поэтому есть ролик и дам ссылку где рассказываю что делать если фиалка загнила так но в любом случае если мы пересушили нужно за этой розеткой наблюдать меня довольно таки часто получается что я ну не до такого состояния это просто вот я ее пропустила вот в ряду не повезло я красивый сорт называется на из через мог очень красиво зацвел ну виновата ничего мы от по имя думаю что но здесь листочки вот верхние плотненькие думаю что все будет девочкой в порядке поэтому еще раз говорю очень важно очень важно если вы пересушили фиалку сразу много воды не давать отставить ее с окна в тот момент когда вы хотите и полить чтобы она не была у вас горящая теплая это такой момент очень важный если допустим вы зимой пересушили тоже много воды не задавать хотя кажется хочется вот извиниться да за и за то что вот не недолюбили да вот много любви сразу давать не нужно по чуть-чуть полили оставили пускай набирается земля водички потом через часа три-четыре можно чуть-чуть добавить если посмотрели сверху кому же мокрый значит можно не давать ну что ж еще один очень важный момент это когда отпаивается фиалка и вы ее пересушили ни в коем случае нельзя поливать удобрением так примеру водичкой с удобрением даже если будет немножко удобрения водей вероятность того что вы переживете корни очень высокая поэтому сначала от поили потом через какое-то время через день можно удобрять так вот перед вами опять же та же розетка прошло где-то около пяти часов в среднем так видно что листики уже поднялись так появилась них упругость вот они уже замечательно себя чувствует но все-таки еще раз хочу показать вам корневую и сам субстрат видно что вот до этой поры субстрат промок а сверху он еще недостаточно мокрый вот значит нужно фиалку полить еще раз тоже чуть-чуть немного если не хотите вытаскивать из горшка просто можно пальчиком потрогать торф как я уже объясняла в предыдущих роликах если земля сверху сухая на пол сантиметра значит фиалку нужно поливать вот я потрогала не видно что поверху горшочка нужно полить значит добавляем поливаем опять же такие немножко совсем чуть-чуть как я уже показывала я поливаю вот по краю горшка не центр по краю и опять же такие из-за того что фиалка была пересушена очень много в поддон идет воды эту воду пока не буду убирать нужно чтобы окончательно промочился сам субстрат основные моменты когда мы пересушиваем фиалку первое сразу много воды не давать чуть-чуть полили через два три четыре пять часов видно что тургор восстанавливается листочки становятся плотненькие проверяем верхником земли добавляем если у нас в поддоне остается вода оставляем ее чтобы она немножко впиталась дальше потому что все таки вот торф который мы используем для выращивания фиала как правило он не настолько хорошо смачивается когда его пересушиваем поэтому нужно быть внимательным бывает так что если человек привык поливать через верх до первой капли полил и оставил может не хватить воды она опять будет страдать от пересушки проверяем должны проверять контролировать смачиваемость субстрата насколько он промок когда мы полили проверять пальчиком здесь если сверху сухой значит нужно добавить немножко воды еще пока я снимала видео да видно что земля уже в горшке пусто питалась вода и в принципе сверху уже тоже достаточно мокрый субстрат еще можно будет чуть чуть полить но это уже спустя определенное время я думаю что полить ее нужно будет к вечеру там допустим еще опять же через каких-то там 5-8 часов уже можно будет полить еще раз просмотреть так теперь моменты такие основные это если вы пересушили очень сильно фиалку и она к примеру в течение там двух часов от полива у вас не восстанавливается если совсем все листья лежат и так далее как спасти растение опять же воды много не даем и можно ее одеть сверху пакет обыкновенный чтобы она вот у вас не сражалась за влажность воздуха тогда быстрее отходят листья так и с детками и стартер и детки также само поступают когда они пересушены значит мы берем немножко добавляем водички и потом через время опять чуть-чуть поливаем ни в коем случае нельзя ставить на какие-то там вот много я читала советуют ставить на полтора часа воды так далее если вы поставите пересушенную фиалку в полтора часа воду она корневая в таких случаях как правило не справляется фиалка загнивает это вот личный опыт мой как я научилась вот отпаивать фиалочки чтобы они при этом да вот не страдали видно что цветочки некоторые восстановились другие повяли ну можно убрать и принципе фиалка продолжает свистеть и радовать вас своим присутствием как бы вы уже стараетесь следующий раз не пересушивать но опять же если пересушили значит сразу много воды не давайте давайте чуть-чуть а потом повторяйте полив буквально там через каких-то 4-5 часов но опять же если у вас течение суток не восстанавливается тургор листья значит пошли непоправимые изменения в корневой системе нужно пересаживать фиалку осматривать корневую если пошла корневая гниль значит нужно переукоренять снимать листья ставить укореняться уже спасать именно сам сорт я дам ссылку под видео где я рассказываю что делать если у фиалки вялые листья и при этом мокрая земля спасибо за просмотр удачного вам дня